Ребятки, ну что ж, сегодня у нас с вами рубрика «Задай вопрос психологу». Вы меня спрашиваете, где можно задать вопрос. Вопрос можно задать в Инстаграм. Я там делаю такую штучку в сторис «Задай вопрос психологу». И вы мне эти вопросы задаете. Первый вопрос. До скольки лет дочь может ходить дома голой? Сейчас ей почти 4 года. Есть еще два сына. Это уже взрослый ребенок, который обязательно должен ходить в трусиках. Тем более, когда дома. Если вы, конечно, не какая-то семья хиппи, где у вас все нудисты, это нормально и так далее. Вообще, уже ребенок взрослый для того, чтобы ходить без трусов. И более того, что я хочу сказать, обратиться к мамочкам, которые обожают, чтобы у них детки голые бегали по пляжу. И вот, что я вам хочу сказать. Это не здорово. Не думайте, что как это весело и так далее. Особенно девочки. И вот она своей писечкой в годик сидит в этой грязном песке, в этом грязном водоеме со своей писулей. И вот она там трется сидит. Мало того, что она будоражит мозг больных людей вокруг. И, между прочим, в Америке за эти вещи штрафуют. То есть, если, например, девочка, у которой еще нет сисечек. Ну, вот я не знаю, сколько ей там, может быть, лет 5-6 сидит без маечки и просто в плавочках офицер подойдет и сделает замечание. По той простой причине, что стараются не, так сказать, ну, не провоцировать педофилов, потому что они вьются повсюду, чтобы не было этой проблемы. И что касается вот этой голой писи детской, особенно вот на этих пляжах, русские мамочки почему-то прямо вот обожают. Вот я вижу, ага, ребенок идет с голой писи, бежит по пляжу, ну, там, девочке года 2-3. Вот она бежит. Я 100% могу сказать, что ее мама русская. Вот удивительно. Правда. Почему-то вот у нас в менталитете, что дети могут бегать голые по пляжу. Если мы не хиппи, если мы не нудисты, то этого делать не нужно. И вот ваш ребенок, да, и из гигиенических соображений в том числе. Все. Обязательно нужно одеть ребеночку плавочки. Обязательно, если это девочка, то лучше закрытый купальничек. Приучать ребенка чем раньше, тем лучше. Четыре года это уже взрослый ребенок, чтобы она ходила без трусов. Тем более перед мальчиками, как его. Перед братьями. Не надо этого делать, если вы, опять же, говорю, не нудисты. Так, Вероника, что вы скажете о фильме «Груз 200»? Я обожаю этот фильм. Я его просто обожаю. Думаю, наверное, его нужно будет разобрать отдельно. Хотя он не для слабой психики. И мало кто его может вообще выносить. Фильм, конечно, очень специфичный. Балабанов, да, у нас Балабанов. Ну, Балабанов вообще талантливый, конечно, дядька. Хороший снимал ролики. Он же умер у нас уже, Балабанов, да? Так, хотели бы вы жить в Лос-Анджелесе? Я бы не хотела. Я не очень люблю Лос-Анджелес. Я считаю, что Майами лучше. Но климат лучше в Лос-Анджелесе. Вот это правда. Там лучше климат. Единственный минус. Там не очень хорошая вода течет из-под крана. Ее пить нельзя в Лос-Анджелесе. Там бесполезный океан, в котором нельзя плавать. Он все время круглый год холодный. В центре города слишком много бомжей. Слишком много. То есть в Майами такого количества бомжей вообще в помине нет. И, ну, вот я бы там не хотела жить. Но климат лучше, чем в Майами. Как сбросить какашечку в унитаз беззвучно, если понимаешь, что за дверью гости? Вот, кстати, вот 90%, мне кажется, российских квартир сделаны совершенно дебилистическим образом, что кухня граничит с туалетом. И действительно, когда сидят, все кушают, пьют чай, человек, ну, настолько человеку неловко встать из-за стола и пойти в туалет, потому что все будут слышать, как он писает, как он пукает, как он смывает унитаз. И это ужасно некомфортно. Особенно, если это не члены семьи, а кто-то к кому-то пришел в гости. Вот такой кошмар. И тем более стены эти тонкие очень. Ну, все это прямо слышно. Что делать в таком случае? Несколько вариантов есть того. Можно какать и одновременно спускать воду. Это первый момент. Второй момент. Можно набросать туалетную бумажечку. Быстренько. Но тут надо быстро успеть. Потому что если бумажечка намокла и утонула, уже какашка булькнет. Чтобы она не булькнула, нужно какануть быстро. Накидали бумажечку, быстренько каканули. И тогда она как бы успеет приземлиться беззвучно. И тем более не обольет вашу попу. Потому что, помните, были раньше какали все в бочку. Вот были деревенские туалеты. Но они, между прочим, до сих пор есть. Вот эта бочка. И она копилась полностью. Моча, говно. Вот это все плавало. И когда туда какаешь, все вот это говнище обратно летит тебе в попу. То есть, ладно, когда ты какаешь просто в обычный унитаз, там хотя бы вода проточная идет тебе в попу. А тут на тебя летят опарыши, ошметки, ну, то есть, вот ошметки этого говна. То есть, вот весь этот ужас летит тебе в попу. Поэтому напишите, как вы поживаете сейчас с этими туалетами. Ведь меня люди смотрят с самых разных уголков мира. Вот у многих на самом деле есть до сих пор вот эти бочки, в которые они какают. Напишите, как вы туда какаете. Вот это для меня загадка. Что вы делаете вообще? И я, кстати, вот. Я дважды жаловалась, потому что я очень много отдыхала в Крыму. И там были вот такие бочки с говном. Еще где-то я отдыхала. И до сих пор у моих подруг есть дачи вот с такими туалетами. Вот. Знаете, классная штука какая. Короче, берете в эту бочку, отрываете ель. Просто ломаете ветки ели, сосны какой-нибудь. Дали просто березы. И туда эти ветки кидаете. И тогда получается, что ваши какашки падают на эти ветки. И нет вот этого обратного эффекта. Нет этого фидбэка, короче. Так, дальше. Значит, во время секса ничего не чувствую. Что с этим? Можно ли с этим что-то сделать? Во время секса ничего не чувствую. Тут есть несколько моментов. Ничего не чувствую именно с этим партнером. Ничего не чувствую со всеми партнерами. Потому что есть большая разница. Может быть, непосредственно к этому человеку вы ничего не чувствуете. Это первое. Далее, если все-таки это не связано с этим человеком, и это в принципе вы ничего не чувствуете с любым мужчиной, то это может быть связано с гормональными проблемами. Это может быть связано с тем, что вы принимаете гормональный препарат какой-то, противозачаточный. Также могут быть какой-нибудь антидепрессанты вы принимаете, и приглушается ваша либидо. Дальше что это может быть? Это может быть депрессия, то есть последствия депрессии, когда все безвкусно. Еда становится безвкусной, музыка становится противной, запахи исчезают. То есть все-все-все вокруг становится очень плоским и безвкусным, и секс в том числе. Все становится как пепел, весь мир становится как пепел. Поэтому тут важно поизучать природу данного явления, потому что она может быть самой разной. Почему муж постоянно трогает свой член? Что это значит? Мужчины очень многие трогают свой член, кстати. Особенно я это помню в Египте. В Египте, мне кажется, и в Турции они постоянно дергивают писульку. То ли потому, что у них секса долго нет, и они приятненько так себе делают. Там же нет добрачного секса. И многие мужички, поскольку женщин мало, колым дорогой, они продолжают оставаться без секса, вынуждены себя как-то самоудовлетворять без конца. Соответственно, вот проходишь мимо египтянина или проходишь мимо турка, он так раз и так писульку так подергал. Раз так что-то и дотронулся до писулечки. В этот момент он себе раз так приятненько сделал. Поэтому тут тоже есть вариантов множество, почему ваш муж дергает себе писулечку. Это первый момент. Это могут быть различные урологические заболевания. Различные, то есть могут где-то что-то подцепить. Может быть, какие-то мандовушечки. Может быть, что-то у него там из писечки капают. Какие-то выделения. Трихомоноз какой-то. Какая-то гонорея, еще что-то. Может быть, вот такой вариант. Если он ранее свою писью не трогал, а сейчас он начинает там что-то себе начесывать. Вот это с этим связано. Может быть, второй момент – это просто такая вредная привычка, которая закрепилась с детства. Дети, мальчики очень на самом деле в какой-то период могут с ней играться. Вот он лежит, он ее и на палец накручивает, когда мультики смотрит. И что-то там оттягивает вот так как-то. Нравится ему вот это вот. Или яички вот так вот шебуршит себе. И это ему приятненько. И он уже не замечает, как это перерастает во взрослую жизнь. И там, где он себя не контролирует, он туда ручку кладет. Вообще, это очень у многих мужчин такая история. Вот они телевизор смотрят, и они одну руку засовывают себе в карман. Вот наша Раша. Помните, вот этот там блондинчик такой мальчик забавный? Вот в нашей Раше он очень хорошо ее изображал. Вот этот момент, когда он разговаривает с телевизором без конца. Я там не помню, кого он там изображает. Но вот он без конца разговаривает с этим телевизором. И одна рука у него все время на писульке. И очень у большого процента мужиков есть такая интересная привычка. Постоянно рука вот где-то там ему приятненькая, и он даже уже не замечает. То есть это как ковыряться в носу, что-то такое приятненькое. И также писулечку дербунить раз-раз что-то приятненькое такое. Вот и все. Так, Вероника, вопрос не в тему. Айфон или Самсунг? Когда у меня был Самсунг, много-много лет подряд Самсунг, я воевала против айфонщиков. Я говорила, что нет ничего лучше Самсунга. И когда я перешла на айфон, я поняла, что я больше не могу пользоваться Самсунгом. Правда. У Самсунга есть свои преимущества. Он намного крепче. Если он упадет, с ним ничего не будет, в отличие от айфона. Самсунг менее прослеживаемый. Но, например, мой айфон, его видят и знают. То есть у меня ощущение есть некая оголенность. У меня такое чувство, что про меня знают все, вся и все вообще вокруг. То есть мне пришло какое-то сообщение, оно одновременно появилось на всех устройствах, какое только может быть, на всех компьютерах в доме, на всех айпадах. То есть никаких границ собственных нет. То есть я сделала какую-то фотографию, опять же разлетелось на все эти устройства. А как это менять? Может быть, если бы я была программистом, я бы понимала, как отслеживать вот эти моменты, чтобы сохранять собственную какую-то безопасность. Поэтому я лишний раз боюсь уже что-то сфотографировать, потому что я понимаю, что у моего ребенка сейчас где-то это на айпаде выпрыгнет. Вот этим мне вроде бы айфоны нравятся, что удобно делиться, и в то же время не нравится, что тебя везде могут пропасти, все видят, кому что ты пишешь, откуда что пришло и так далее. Вот эта прозрачность какая-то не нравится. У этого есть плюсы и минусы. И у меня есть ощущение, что все эти заметки вести проще на Самсунге. Писать, он быстрее воспринимает русскоязычную речь, он ее лучше. Идентифицирует, например, айфон ее вообще как будто бы не понимает, русскую речь. То есть он не запоминает сразу вот такими штампами, предложениями, словами, он это не запоминает, что прекрасно, например, делает Самсунг. Но это не по теме, конечно. Я немножко сказала, но это было все равно интересно. Какие способы... Слушайте, а я ведь не засекла время. Ну ладно, интуитивно буду чувствовать как-то. Какие способы лечения дереализации существуют? Какие способы? Во-первых, тут важно сразу узнавать причину этой дереализации. Не просто способы, а вот именно способы и будут относиться к причине. Какие причины могут быть у вашей дереализации? Дереализация возникает в ответ на возрастающую тревогу. Нарастает тревога, вырастает дереализация. Сейчас это дереализация с этим коронавирусом и этим карантином. Я думаю, у каждого второго. Когда ты сидишь в закрытом помещении, когда тебя все раздражает и бесит, и ты не можешь выразить свой гнев, вынужден его проглотить. И это все превращается ни во что иное, как в тревогу подавленный гнев. Мы с вами это знаем. Плюс вот эти бесконечные импульсы с телефона. Вот ты смотришь, 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 и никуда свой адреналин не расходуешься. Потому что, соответственно, твой адреналин куда перерастает? В тревогу. А тревога во что переходит? Очень у многих невротиков, она переходит в дереализацию. Когда все кажется каким-то странным, непонятным, каким-то мутным. Или вот ощущение есть какого-то стекла, пакет какой-то на голову мне одели. Или какие-то очки странные, мутные одели. Вот это вот у нас с вами дереализация. И тут главное смотреть источник и влиять именно на него. Но если вы хотите быстро справиться с симптомом вот этим, нужно перестать его критиковать. То есть, когда вы боретесь с дереализацией, она нарастает. Не нужно бороться с дереализацией. Нужно разрешить ей быть и более того, постараться это усилить. О, какое все странненькое. Я как будто пьяненький. Я лезь в стране чудес. Какое все искаженное. И идти этому навстречу. Не пытаться от этого убежать. Вот это первая, самая быстрая такая скорая помощь относительно дереализации. Разрешить ей быть и перестать ее критиковать. Не то, чтобы пытаться бить себя по щекам. Приди в себя, сукин сын. Соберись, тряпка. Смотри, концентрируйся. Нет, как раз не нужно этого делать. Нужно делать все от обратного. Нужно уходить в расслабление. А не в еще большую закручивание гайки. Потому что невротик, он все время пытается еще сильнее закрутить себе гайки. Еще сильнее проконтролировать эту реальность. А этого делать не нужно. Нужно делать все наоборот. Мамашин сынок в 44. Это клиника или есть шанс разорвать пуповину? Тут не очень понятно, что именно между мамой и сыном происходит. То есть они как-то спят вместе. Или они как лучшие друзья. Вы живете все вместе. Тут не очень я могу сказать, как это все обстоит. Я не знаю, как конкретно это происходит. Но судя по тому, что вас это бесит, соответственно, действительно есть какая-то у них близкая особо связь. Это, в общем-то, такой тяжелый случай. 44 года дядька, который с одной пуповиной, с мамочкой, это случай тяжелый, очень тяжелый. И тут, что я могу сказать? Дело в том, что мама не просто так может его чем-то удерживать. Вы понаблюдайте, что делает и дает такое мама, чего, например, не можете дать ему вы на данный момент. Посмотрите, чем таким она его удерживает. Потому что, например, что-то важное ему дает мама, чаще всего это может быть какая-то поддержка, какая-то уверенность. Она всегда на его стороне. Мама никогда его не бросит, в отличие от вас. Вы-то его бросить можете в любой момент, а мама не бросит. На маму можно имущество какое-то оформить. Все, мамочке можно дарить это. Вот мамочка – это я. А вы, женщина, ну, одна женщина пришла, одна жена, вторая жена, 32-я жена. А вас много может быть. А мамочка, вот она моя родиненькая. Поэтому нужно узнать, что она такое ему дает. Может быть, какие-то важные дельные советы она ему дает. А вы, например, живете с ним как доченька какая-то маленькая, требовательная. Соответственно, поучитесь чему-то у этой мамы. Если вы начнете делать все то же самое отчасти, что делает мама, то он будет в меньшей степени нуждаться в ней. Потому что вы уже даете какие-то схожие рекомендации. Вы уже даете эту поддержку, ему уже незачем с мамой общаться. Как, например, вот элементарно. Мы с моей Галей, Галя у меня логопед, да, логопед-психолог, она работает со взрослыми людьми. Я могу дать вам внизу ссылку, оставлю на мою Галю, пишите ей. Она научит вас красиво, складно-складно-ладно говорить, да, выражать красиво свои мысли. Вот она занимается этим ораторским искусством. Я вот со своей Галей все время разговариваю, там, в этом, голосовые сообщения друг друга оставляем, да. И она мне говорит, ты знаешь, вот мы так много с тобой общаемся, что у меня пропадает желание в реальных подругах. То есть я тебе это все рассказала, и у меня уже нет потребности ехать пить с кем-то кофе, потому что я же уже тебе это рассказала. Так вот, относительно вашей свекрови, да, если он уже это с вами сделал, у него уже уменьшается потребность то же самое еще проделать и с мамой, и со своей. Понимаете, о чем речь, да? Так, ну ладно, я думаю, что, наверное, это уже долго я записываю. Я хочу вам сказать, что я начинаю проводить новый марафон. Сейчас я вам расскажу. Наш новый марафон будет посвящаться нашей уверенности в себе, нашей самооценке, нашего уверенного или ассертивного, можно сказать, поведения и нашего лидерства. Мы будем разращивать, подними свою самооценку, взрасти в себе лидера и действуй по жизни уверенно. Вот такой марафон, который подойдет абсолютно всем, он будет с таким упором на психотерапию. То есть мы будем очень много делать вот этой психотерапевтической работы с вами. Так, значит, вот этой такой самой главной психоэмоциональной проработки. Начинаем мы с вами 1 июня в понедельник в 20.00 по Москве. Это будет 5 дней подряд. Как обычно, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Ровно на 1 час мы будем встречаться с вами в моей закрытой группе. Это будет онлайн, живая, интерактивная встреча, где я буду смотреть и читать ваши вопросы, на них реагировать. Это вот меня девочка спросила, о чем отличаются видеоролики от марафонов? Марафоны – это нечто очень живое. Ты чувствуешь энергетику, настроение, ты тут же пишешь, ты видишь, как ты пишешь, ты видишь, как на тебя реагируют. Вот кто ходил на марафон, напишите. Это ни с чем не сравнить. Действительно, есть всецелое ощущение, что мы все собрались здесь, в этой группе. Поэтому я собираю группу людей, которые настроены очень активно, потому что карантин продолжается, он будет вообще неизвестно сколько. Соответственно, нужно потратить наше драгоценное время с максимальной пользой. Так, 5000 рублей это стоит. Для того, чтобы записаться ко мне на марафон, нужно просто написать в мою социальную сеть Instagram, вот сюда, в Директ, что я хочу на марафон. Все, и я вас запишу, мои котики. Я вас целую и обнимаю. И до встречи на моем марафоне, который будет 1 июня. Это уже будет лето. Первый день лета.